Сегодня последний день и как-то быстро все прошло, по-моему. Вроде вчера только приехали, а тут уже все. Очень классно, я их все люблю. Да, я скучаю по им, да. Они как меня приняли, как за меня смотрели, очень классно. Какая-то приятная грусть от того, что вот вроде бы цель выполнена. Мне получилось здесь прожить 10 дней и не сдаться. И я нашел все новых друзей, мне все понравилось. У меня еще до сих пор в голове все не уложилось. То есть прямо очень много эмоций, мыслей, очень много ярких моментов. И за эти 10 дней у меня вот летом я пришла не зря. Солнце снова озолотило горизонт и подарило свое тепло деревне Буги. По наступившим новым дне, как и обычно, первыми спешили сообщить петухи. Уютно заскрипели калитки, зазвенели о подойнике струи теплого молока. Все как обычно, но не для ребят. Сегодня они прощаются. Это уже последний день. Жалко, что мы же уезжаем. Даже как хочу плакать. Что важно, это что у меня осталось в мне. Это отношения, которые мы построили с семьей. Они меня приняли как сына. Вот. Того шея крова. Не реви, не реви. Ты же обещал приехать. Да. В августе. Вот приедешь. Спасибо. Ладно. Давай, чайки. Рыбу ему подарю. Окажется, деревенская этноистория наших героев началась только вчера. Мы едем когда в зубы. Все, ты там устраивайся. У-у-у-у-у. Такой красивый хотел. Я в хотел у нас в Беги, да? В Беги. Это получается пять звезд хотел. сегодня первый раз обычно слышит я приглянула для себя девочку я попыталась не показать виду что это для меня неожиданность и не очень хорошая для меня новость вот я до последней минуты хотела девочку белье поменяла белые простыни белый набор постелила для девочки не придирчивый и для мальчика в цветочках зато спал я с первых дней начал звать папой папа саша как бы там принято что ли так у них обычно он сперва говорил я грибай попал не знаю как у них там живут как критва и попал на русском конечно как я же чуть чуть плоховато я устал меня святого плита но святого плита помогай я даже не умею плевать я буду ходить в соцсетях видел то что много фотографий с томасом да мы вместе живем я еще не но так получилось не жест поедем с картируем я знаю где он живет ну все уже как бы соцсетях мы шли друг друга номерами поменялись все нормально испугалась первого раза но потом подружилась через три дня он такой черный не похож на нас мы все тут про удворцкий а он не понимает про удворцкий я хочу чтобы томас опять к нам в гости приехал я не хочу чтобы он сделал меня он сделал меня чтобы лежать на пасту он оставил меня на святых водах спасибо господь за что мне здесь сохраняем еще за это семья господь пусть была кастернист здесь в этом семья и смотри за них я молюсь за их здоровье за их счастье за их радость господь будь с ним я рад я не рад и я не знаю где я нахожусь но да как проект закончился но что там важно это не настроение важно это но важнее это что остается в тебе мне не пригодилось вообще все более чем вот и пролетели дни вообще быстро очень быстро прошло время поначалу дни были долгими но это где-то начиная с пятого или шестого дня просто все и я вообще не верю что все закончилось первое впечатление она такая вся такая непонятная с этим чурбаном да конечно смешная интересная и думаем так ну как мы с ними будем разговаривать о чем не знаю какие мысли были поладим ли договоримся и потому что она такая городская городская и начали общаться и пошло поехал как будто подружка старая приехала ко мне в гости напряг 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 ну потом уже привыкаешь так как уже как своя уже привыкаешь ну уже все ко всему и по и характеру и привычкам ко всему привыкаешь и все нормально уже просто в начале так пугаешься что ли сказать я бы ее начну что и некомфортно будет с ними думаю один день день только побудет и наверное не наверное думаю уйдет а мысль уйти у Маши как нам казалось наиболее подготовленной из нашей многонациональной четверки конечно была кое-как партичная моя мак не не ш ш ш ш ш ш ш ш Субтитры сделал DimaTorzok Вы можете выбирать второй сезон этого проекта, никогда не связывайтесь с ними. Они будут вас эксплуатировать, обзывать, умолять ваше человеческое достоинство. Но положительные эмоции, очень хочется надеяться, перебили негативный осадок. Сегодня мы будем писать письмо нашему другу инопланетянину. И чтобы до него дошло письмо, нужно сначала нарисовать этот пример. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эта атмосфера проекта, деревни. Конечно, очень буду грустить. Я понимаю, что боги никуда не денутся, сюда можно приехать в любой момент. Что ребята никуда не денутся, с ними можно встретиться в Ижевске в любой момент. Но вот это вот все, то, что у нас здесь, эта вот жизнь прошла, это уже не повторить. Это мое самое хорошее настроение. Я вам благодарю. Спасибо большое. Да, в мою комнату пшел. Ладно. Я как бы маленько устала, конечно. Но с другой стороны, мне это мероприятие очень понравилось. Вот только две недоделки у нас. Во-первых, я не научила его адмутскими словам, потому что некогда было. И во-вторых, он очень плохо ел. Мама будет обидеться, наверное. За целую историю деревенской жизни, десятидневной. История не лезет в сумку. Я уже начинаю думать, когда я сюда в следующий раз приеду, просто к ребятам посидеть у костра так же круто, в такой же атмосфере. Но мне почему-то кажется, что вот прямо так же хорошо вряд ли уже будет. Максимум будет ностальгия. Типа мы будем сидеть у костра. И я такой, ребята, а помните, как тогда в июле мы приезжали? Вот так вот снимешь, чтобы было все видно. И обратно поставишь на место. Ну что, пора покорить эту деревню. Эту деревню никто не покорял и не покорить никогда. Это... Светлой Литрополит. Слушай, духовный лидер Багарде. Что, вот не буду? Поставай. Нормально. Санда. Губу обетрили. Я уже русский узачал. Я забыл русский. А у тебя там зимбабльная деревня, город или что? Царство. Бабость, так что. А, если страна. Ну я знаю, что страна. Старина принадлежит его. А ты где родился? В деревне? В деревне? Где? Ты принес? Анационально? Нет, я просто отличный стой тянешь. Ну я понял, что... Я вообще до этого проекта, на самом деле, ну, не думал, что это принципиальная разница между удмуртами и русскими. Я думал, ну, это же так уже, наверное, всем все равно. Я не видел четкой границы между удмуртами и русскими. Я думал, ну, удмурты же говорят на русском, значит, они тоже русские. Типа, свой язык они редко практикуют. Здесь я понял, что когда вокруг меня люди постоянно разговаривают на удмуртском, подшучивают, там, еще что-то, я понял, нет, все-таки это абсолютно разные люди. Доброжелательные, гостеприимные очень, как оказалось, очень гостеприимные. И простые. Вот это вот это самое лучшее, наверное, для меня. Я очень люблю простых людей. Они прям вообще без лишнего пафоса. Все очень, все очень по-народному так. Все лучше. Ну что ж, в деревне ведь тоже люди живут, да? Да. Нормально живут? Отлично. А то городские жители думают, что деревня это отстой. Ну, кстати, смотря какая. Мы же поездили по деревням. Не везде так круто, как в Буберке. Что, на выход? Ну, пошли. Это ваше ключевое. Все, давайте. Давай. Кстати, Расул ближе к концу проекта. Уже просыпался без помощи съемочной группы. Сам. Еще одно достижение из ряда великих. Он научился стирать. Да и для других наших героев многое из удмуртско-деревенской жизни было с оговоркой «в первый раз». В первый раз доили корову, кололи дрова, водили самый популярный деревенский транспорт – мотоблок, пряли, учились шить удмуртские наряды, готовили шедевры удмуртской кухни, знакомились с обитателями деревенского хлева. Правда, те не всегда лояльно относились к гостям. Разойдите здесь, бабы, не надо меня. Чика, 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 чика. Чего вы перешли к нам? Я, видишь, пальцы спрятал, чтобы их не съели. Нотка такая грусти в том плане, что я думаю, что мы все будем скучать. Но я лично буду скучать и по деревне, и по семье, в которой я живу, и по вот этой всей атмосфере, и по тому, что у нас идут съемки. И всего этого не будет. И какая-то будет пустота в душе. То есть как-то все. В целом, я считаю, что я справилась со всеми. Ну, не все на пятерке, но все равно. Как-то вот я думаю, что у меня получилось. И как-то я справилась. И вот мне приятно, что я не настолько, допустим, безнадежная и прям такая вся. Ничего не умею. А тут что-то умею оказываться, и вот умею это делать неплохо. Освежим в памяти и знакомство Санды с деревней. Солнечная девушка-армянка все 10 дней с абсолютным принятием относилась ко всему происходящему. Но критика все же была. К себе. Жесткая. Отсюда и слезы. Много слез. Я не знаю, что я. Я не хочу еще тебя отпускать домой. Оставайся. Мы столько ничего не успели с тобой сделать. У меня еще дома не бывало. Да. Бажаночку видела. Спасибо за кофе-сандук точно. Я не знаю, что. Все, я теперь научусь на свадьбе. Спасибо. Я вам очень рада, что именно к вам попала, что вот у вас жила на самом деле. Прям вообще рада. Вы такие все дружные, такие все веселые, хорошие. Глядя на вас, мне прям находилось в такую же семью. Спасибо вам, хорошо. Это я оставляю, чтобы к вам еще раз вернуться. Что-то странно вообще раз. Чего будет, если вы гости ко мне приходите. Расставание, расставание, рознь. Это тоже зависит, наверное, с кем встретился, с кем расстреешься. А здесь вот сегодня такое расставание. Хочется пришаться. С таким хорошим сегодняшним человеком. И к вам тоже очень привыкли. Спасибо этому проекту. Спасибо, что выбрали нашу деревню. Ну вот и все. Десятидневная перезагрузка завершена. И завтрашний день для наших героев наступит уже в городе. Но мы уверены, воспоминания будут возвращать ребят в быги. Маша, например, по утрам будет вспоминать, как Лидия Степановна варила ей кофе. Томасу будет дарить радость понимания, что в быгах его ждут мама, папа, бабушка, брат и сестренка. Расул следующим летом обязательно приедет помочь Людмиле Никитичне на Синокосе. Он обещал. Будут греть воспоминания и Санду. Она, без всяких сомнений, оставила частичку себя, своего сердца в доме на улице Советской, в своей приемной семье. Синокосе Синокосе Синокосе